всем привет дорогие друзья с вами Владислав это канал ноутбук 31 домашние животные есть у многих но не многие из них сталкивались с тем что их любимый питомец попутал туалетный лоток например с ноутбуком сегодня именно такой случай это домашний ноут от acer кот на этот раз не смог пройти мимо и испорожнился в этом видео мы разберем чем чревато такое ядреное залитие полное короткое замыкание и какие будут последствия если вовремя это не поправить покажу чем я отмываю такую субстанцию и реально ли вообще это отмыть так чтобы потом не было неприятного запаха досматривать это видео до конца чтобы узнать все нюансы данного ремонта ошибки которые я сделал она сладенькая скажу сколько же обошелся этот ремонт для клиента а поэтому присаживайтесь поудобнее наливайте пивасик с рыбкой и погнали будет интересно друзья нас окружают просто горы всевозможной техники на улицах в общественном транспорте в магазинах и даже прямиком из космоса приходят сигналы на умные девайсы вся эта электроника работает чтобы сделать повседневные дела проще но чтобы все работало легко некоторым пришлось сильно потрудиться например продукты компании kingston крутятся вокруг нас это не ограничивается картами памяти или накопителями которые мы можем потрогать и использовать как предмет технологии kingston работают на спутниках в передатчиках базовых станций сотовой связи смартфонах и в видеорегистраторах смотришь ли ты видео в ноутбуке или на смарт-тв используешь медиасистему в авто запускаешь стиралку или робот-пылесос или просто снимаешь деньги в банкомате kingston обязательно окажется рядом сфер применение продукции от kingston настолько много что компания даже завела интерактивный сайт где об этом подробно рассказывает но если ты хочешь чтобы продукция компании упала прямо к тебе в руки то как раз появилась прекрасная возможность прямо сейчас можно урвать ssd накопители на пол терабайта планки оперативной памяти флешки на 128 гектар и прочие полезные в хозяйстве девайсы помимо небольшой доли везения для этого надо перейти по ссылке под роликом после чего правильно ответить на несколько заковыристых вопросов с подсказками и заполнить анкету все подробности внизу в описании под этим роликом смело жми и желаю удачи сегодня у меня на ремонте ноутбук от компании acer и его модель 5740 g достаточно старенькая модель которая собрана на и пятом процессоре первого поколения и дискретной видеокарточкой радеон hd 5470 которая кстати говоря рано или поздно выходит из строя но обо всем по порядку и начнем пожалуй с предыстории однажды написал мне подписчик по имени сергей привет владислав у меня сгорел ноутбук после того как на него сходил код возил его в город старый оскол сказали что ремонту не подлежит к вам можно его привезти может все-таки еще можно его починить но там замены материнской платы или других комплектующих я у сергея уточнил какая модель ноутбука так как если очень старая то не всегда есть смысл в ремонте на этапе первичного диалога оказалось что у клиента стоит видеокарта радеон 5470 выход из строя которой это типовая неисправность этих ноутбуков я сразу об этом предупредил сергей уверял что карточка еще живая и должна поработать так как ноутбук вышел из жизни не своей смертью так или иначе ноутбук сейчас у меня ну и давайте посмотрим что же с ним не так внешне нет никаких признаков животных вмешательств а поэтому проверяю ноут обонянием реально воняет запах оказался настолько ужасным насколько можно это себе представить далее вооружаюсь медицинскими перчатками и продолжаю осмотр в них то обезопасить от этого биологического материала одевая перчатки так как дальнейшей манипуляции без них будут просто не гигиеничными в общем-то уже ноутбук разбирался и со слов владельца здесь на платье есть прогарку поэтому включать моего не будем кстати смотрите аккумулятор подсоединен друзья на будущее если вдруг случилось такое дело то хотя бы устройство обесточить и старайтесь его больше не включать пока не будете уверены что больше жидкости и коррозии после нее нет невзирая на то что здесь на платье прогар все равно вставили аккумулятор и оставили его в корпусе включать и проверять если там синий дым мы не будем а поэтому сразу же приступаю к разборке и дефектовки кстати пару слов про клавиатуру я буду менять ее по умолчанию она пропита насквозь и даже в руки ее брать неприятно в таких случаях я клаву всегда меняю во-первых воняет во-вторых реально попало вон там везде ты не ехай только сильно близко я уж чуть не блеванул только что так что вскрою конечно кукну крышку если прям трешак то я не знаю скорее всего не буду браться действительно такие заказы на ремонты это кот в мешке и никогда нет уверенности в том что будет положительный результат но я не отчаиваюсь и продолжаю осмотр на данном этапе я увидел только поверхностные попадания кошачьей субстанции и вырванный коннектор под левую колонку выкручиваю все винты по периметру с помощью электрического аккумуляторного шуруповерта покупал на местном али базаре а пока я занимаюсь этим нехитрым делом предлагаю подписаться на мой канал вам это сделать не сложно а мне чертовски приятно всем заранее огромное спасибо давайте добьем до 500 тысяч подписчиков осталось совсем чуть-чуть разборка этого ноутбука стандартная и акцентировать внимание буду только на каких-то интересных моментах туда же в коннектор лбдс залилую мою я бы сказал больше это только цветочки убираю верхнюю часть в сторону но и давайте смотреть снимаю топ кейс и ну что вы готовы левый динамик имеет дырку в корпусе что говорит нам о том что плата сгорела и прогар не маленький осматривал материнскую плату на предмет повреждений залить или присутствие другого мастера так смотрите в общем то вот здесь у нас прогар прогар большой дорожки 19 вольтовой линии который идет на лвдс коннектор вот здесь у нас даже до сих пор жидкая субстанция и это прекрасно видно что это кошачья моча еще и воняет кстати все вытиралось в остальном все вроде бы в порядке в общем то масштабы бедствия на лицо в районе лвдс коннектор у нас прогар большой широкой дорожки хорошенечко зацепила восьмилапую микросхему а также около дополнительных функциональных кнопок обвязка пострадала зрелище не для слабонервных в остальном плата точечно заливалась но без последствий шлейф лвдс тоже вот он он зеленый тоже сюда попала что имеем то имеем показываю все как есть разбираю ноутбук дальше и снимаю заветную материнскую плату меня сейчас интересует как она себя чувствует на обратной стороне смотрим блины на этой стороне как-то тоже блин воняет что-то на обратной стороне платы аналогично имеются следы попадания кошачьей субстанции плату однозначно мыть но особо критичных моментов я не обнаружил осматриваю поддон отработал ли он свою функцию так корыто тоже ну она и предназначена для того чтобы наливать в него что-либо зеленая субстанция согласен но все равно последствия бы были блин тут и эти надо посмотреть если у меня донорская плата такая далее снимаю систему охлаждения чтобы осмотреть состояние процессора видеочипа и хаба очень важно чтобы помимо залить и у нас не было дополнительных проблем по основным чипом так термопаста наподобие кпт-8 беленькая печатался даже сам кристалл то есть давно не менялась она здесь тоже потеки под самим вентилятором чем-то по тяжелой термопаста не заводская но менялась давно термопрокладки все на месте вытаскиваю ай 5 процессор из сокета был лучший сюда залива на мое великое удивление оказалось что процессор тоже под залит причем прилично вы в принципе все сами видите при осмотре сокета оказалось что он тоже грязный что уже не удивительно тут прям мокро все далее действовать будем поэтапно и начнем пожалуй с мойки платы и самого процессора так как другие остальные действия делать банально неприятно мыть плату буду в глубоком пластиковом контейнере который покупал в местном фикс прайсе он мне обошелся в районе 100 рублей кстати говоря донорские материнские платы я храню в аналогичных пластиковых контейнерах это очень удобно и вам советую обесточил плату вытащив ртс батарейку и наливаю в контейнер немного дистиллированной воды отмывать кошачью субстанцию буду при помощи концентрированной жидкости для ультразвуковых ван solens as добавляю эту жидкость на плату и даю немного настояться тут есть одна заметка если вода будет теплая в районе 40 50 градусов то эффект будет лучше так пишет сам производитель уже через первые пять минут настаивания эффект начал появляться зубной щеткой малой жесткости по периметру работаю примерно вот таким образом вода как можете заметить уже мутная а значит потихоньку плата отмывается процессор ноутбука мою аналогичным способом далее феном от компании ноутбук 31 плату сушу в последнее время платы сушу только феном на большом потоке воздуха из-под бга чипов и сокетов отлично вся жидкость выходит но если вдруг обнаружу что нет то паяльная станция в помощь на полчасика при температуре 100 120 градусов можно оставить теперь ее как минимум приятно трогать и можно голыми руками запаха практически нет хочу еще раз отметить что под бга чипами и сокетами вся вода и субстанция отмывается причем на сто процентов это я контролирую под микроскопом надеюсь этот вопрос закрыт так вот так плата выглядит после отмывки здесь более-менее потеков уже нет все чистенько и шелковистенько все пахнет пахнет хорошо кстати плата все теперь на этом этапе плата отмыта и процессор тоже кстати зацените как отмылся процессор и никакой грязи и субстанции нет приступим к следующему этапу это замер основных сопротивлений ну куда уж без них но перед этим возвращаю на свои законные места батареи корте си и сам процессор не забываю провернуть ключ который фиксирует процессор сокете ну и давайте смотреть основные сопротивления в первую очередь проверяю сопротивление 19 вольтовой линии то есть напряжение которое приходит с блока питания так проверяем значит токовый датчик по 19 вольтам полное короткое замыкание как здесь здесь полное короткое замыкание и это неудивительно ведь на плате присутствует прогар дежурные 3 и 5 вольта в полном порядке на всех остальных дросселях сопротивление адекватные то есть пределах нормы а также напряжение батарейки меня полностью устраивает 3 вольта батарейка не просевшая что не может не радовать следующий этап это осмотр платы под микроскопом и выявление проблем после полной мойки и сушки платы стало все не так страшно слабонервных теперь прошу вернуться на свое место перехожу под свой аналогово цифровой микроскоп ну и давайте осмотрим масштабы бедствия честно говоря съемка видео частенько помогает в каких-то спорных ситуациях с клиентом а поэтому я настоятельно рекомендую сервисным центром снимать хотя бы часть процесса так как клиенту уже мало просто сказать на словах при осмотре материнской платы я обнаружил залитую микросхему под позиционным обозначением у 85 это рт 9025 его четвертая ножка имеет налет а поэтому требуется демонтаж и осмотр плавно переходим к вишенке на торте осмотру lvds коннектора и его окрестностей здесь невооруженным глазом видна прогоревшая 19 вольтовая дорожка которая выгорела полностью вплоть до разъема lvds на самом коннекторе с обеих сторон видны следы коррозии в основном это касается питания 19 вольт которая идет на матрицу далее в районе дополнительных кнопок имеются отгнившие smd конденсаторы и резисторы которые тоже пострадали там где проходила хоть какое-то минимальное напряжение есть повреждение именно по этой причине нужно обесточивать технику на которую произошло залитие хотя бы достать аккумулятор и соответственно отключить его от сети тогда проблем с ремонтом будет меньше и мастер вам скажет спасибо хотя это вряд ли в общем то у нас поражение только вот в этом месте то на этой микросхеме вот эта дорожка коннектор и на плате несколько элементов все остальное все в полном порядке теперь переходим к следующему этапу это восстановление цепей питания чтобы понимать какие участки и за что они отвечают нужно раздобыть схему захожу в яндекс и на гуглевую схему платформа нашей материнской платы это винстрон gv50-цп начнем пожалуй с микросхемы под позицией у 85 это рт 9025 по схеме это регулятор напряжения который должен выдавать 1 вольт питание графики мне очень не нравится третья четвертая ножка а поэтому лучше его снять и глянуть что под ним при помощи термофена снимаю регулятор и четвертая нога отвалилась все-таки получается что она отгорела подготовлю посадочное место для запайки нового контроллера вместо контроллера рт 9025 буду запаивать его прямой аналог юпи 770 4 c 8 они взаимозаменяемые дернул его с донорской платы все тем же термофеном при по его контроллер на свое новое место и восстанавливаю дорожку при помощи медного проводника готова узел восстановлен и теперь переходим к самому интересному вот это та самая отгоревшая дорожка стоматологическим скальпелем срезаю ее часть вот этим легким движением скальпелем я разъединил 19 вольтовую линию от земли так друзья в общем то отодвинул я только что дорожку которая ну явно 19 вольтовая вот это так замеряем и да да и да сопротивление килоом а так давайте на токовом датчике токовый датчик более 20 килоом сопротивление адекватное сопротивление нормализовалась и мы движемся в правильном направлении давайте посмотрим на участок схемы с которым сейчас будем работать это распиновка коннектора lvds 40 pin и здесь прекрасно видно что 19 прогревших вольт идут на 21 22 и 23 ножку а на другой стороне разъема 17 по 20 ногу пины не распаяны и можно будет их не восстанавливать то есть они не задействованы и стоят крестики еще хочу отметить что часть контактов это распиновка юсб которая идет на веб-камеру это напряжение 5 вольт сигнал 5 вольт с 0 за которым нужен глаз до глаз линии данных юсб дата плюс и дата минус и самый надежный контакт земляной я нашел я схему на эту плату у нас проблема отгорел разъем виси bet out lcd1 это три контакта 19 вольтовой линии они отгорели вот в этом месте слава богу что незадействованные ноги 20 19 18 17 их можно вообще не восстанавливать а у нас там полный трэш и проследить потом за контактом на 16 ножки 5 вольт с 0 дальше все вроде бы нормально еще вот этот сигнал с сиди в д д д на конденсаторе c1 формируется но это уже чуть позже будем смотреть приступим к работам под микроскопом здесь обязательно необходимо отпаять разъем lvds делаю я это при помощи паяльника с насадкой по типу топорик желательно разбавить без свинцовый припой легкосплавным и как можете видеть разъем я не зря снял очищаю все это дело от остатков грязи с ножек разъема медной оплеткой убираю легкосплавный припой разы внутрь разъема естественно попала кошачья субстанция его я буду менять благо что на донорской плате есть такие далее нужно максимально почистить плату от нагара нагар проводит ток а значит я буду стараться его удалить полностью но без фанатизма если увлечься то можно и дыру в платье просверлить а потом плату под замену как говорится здесь на тоненького стоматологическим скальпелем счищаю грязь сажу и остатки налета выглядит это не очень презентабельно но показать стоит как вы уже наверняка знаете я ничего не боюсь показывать своих видео а поэтому передаю привет диванным экспертом и комментатором здесь убираю все ненужное и мне мешающие очищаю плата подготовлена к пилиным работам бормашинкой или же дремелем вот таким вот дремелем буду сверлить сейчас то место очень важно было разъединить 19 вольтовую дорожку вот с этим местом так как там я обнаружил короткое замыкание вот так намного лучше проверяю сопротивление повторно вот теперь короткого замыкания на разъеме лвдс нет далее эту страсть нужно залить лаком для восстановления печатных плат он сохнет только под ультрафиолетовым фонариком если не забуду то оставлю ссылку на него в описании под видео очень часто в комментариях про него у меня спрашивают вот таким образом все это дело выглядит после сушки устанавливаю уже другой разъем с платы донора он в идеальном состоянии осталось его только припаять паяльником с тонким жалом от компании термо про это проделываю вот эти три дорожки между собой спаялись тут не переживайте это одна 19 вольтовая линия все остальные контакты лвдс разъема также пропаял 19 вольтовую линию питания подсветки матрицы я брошу отдельно с помощью многожильного проводника по меньшей мере этот провод может выдержать 5 ампер мною лично проверено кидаю этот провод в обход прогоревшие дорожки готова и вот так выглядит конечный результат прошу прощения за не заводской вид далее очень важно обратить ваше внимание на то что в первую очередь я проверяю кс по линии 5 вольт при этом на самом коннекторе на какой-то ножки на 16 ножки разъема не знаю какой-то ножки все короткого замыкания нет и здесь короткого замыкания нет этот сигнал я сразу проверил и забегая вперед в дальнейшем это ключевой момент так как не так все просто также проверяю сопротивление по 19 вольтовой линии да все все сопротивление килоом и и там и здесь сопротивление нормализовалась и меня полностью устраивает далее чуть ли не забыл про отгнившую мелочевку которая в основном идет на индикацию при осмотре smd резисторов обнаружил что как раз резистор который отвалился в начале отвечает за сигнал который идет с мульти контроллера на включение платы и материнская плата без него попросту не стартанет так как питание на кнопку вообще не поступает приступим к ее восстановлению здесь скажу только то что нужно будет менять все сгнившие резисторы на резистор из плат доноров но без коррозии так как их номиналы могли уплыть или уплывут в дальнейшем поэтому я нашел нужные сам до элементы и заменил схеме все подробно указано и 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 а и и и установки так очень резистор этот на 200 он смотрим первую есть вторую есть 4 есть 200 он давайте немного подытожим так друзья в общем то все восстановил я вот эту область в районе кнопок куча была гнили почистил восстановил припой восстановил на этой микросхеме дорожку заменил саму микросхему и вот это место это была проблема ну в общем то и все давайте пробовать включать давайте теперь проверять если в этом какой-нибудь положительный результат или я снова потерплю фиаско подключаю плату к лабораторному источнику питания ну и давайте посмотрим на токи потребления пока подключаю голую плату так как на ней есть все разъем питания и кнопка включения а большего нам на данном этапе не надо тут я хочу чтобы вы обратили внимание на лбп на нем странные прыжки потребления по току и пока я туда-сюда ходил я этого не замечал только поднес на базу мультиметр и тут откуда ни возьмись появился синий дым к сожалению синий дым вышел а это значит что плата больше включаться вряд ли будет вот в этой точке у нас произошел прогар ее еле видно понятное дело что это не нормально но больше таких проявлений не было короткие замыкания не обнаружил и я решил посмотреть реагирует ли плата на нажатие на кнопку включения или нет все что угодно сейчас может произойти вплоть до там возгорания дыма ну что давайте погнали включаем об на кнопки индикатор до загорелся раньше его не было нажимаем на кнопку смотрите есть реакция на кнопку но не до конца увы плата реагирует на кнопку включения и потребление статичная плата не ожила она не удивительно ведь синий дым то уже вышел замеры напряжения показали что 19 вольтовая линия естественно есть дежурное питание 5 вольт и 3 3 вольта тоже в наличии но вторичные источники питания у нас не поднимаются это прекрасно видно например на восьмой ножки флешки биоса одна десятая вольта поднимается на этом все но дежурка при этом есть при этом когда плата реагирует на кнопку и потребление 140 миллиампер у нас раскаляется шим дежурных питаний давайте обратимся к схеме при формировании вторичных источников питания так сказать после нажатия на кнопку включения у нас из 5 и 3 вольт дежурных формируются 5 и 3 вольта вторичных на некоторых схемах они обозначаются vs а в нашем случае превращаются в с 0 но у нас по какой-то из причин формирования вторичек не происходит так как у нас шим контроллер дежурных напряжений греется значит у нас на плате есть высокое потребление или заниженное сопротивление в этих цепях и здесь я вспомнил про синий дым который вышел видимо здесь где-то коза сидит нашел я в общем где где сидит у нас короткое замыкание все произошло логично сейчас покажу вам по схеме как оказалось далее всю нашу систему тормозит вот этот сигнал 5 вольт с 0 этот сигнал у нас на 16 ножки самого разъема lcd не в коротком замыкании на самом разъеме но когда я начал смотреть этот сигнал на плате например диоде d28 у нас здесь короткое замыкание вот в чем проблема замеряю сопротивление на неустановленном диоде d28 на его первой лапке у нас присутствует сигнал 5 вольт с 0 здесь вторая нога земля а первое это сигнал который называется 5 вольт с 0 и здесь полное короткое замыкание к сожалению при этом на самом коннекторе на какой-то ножки не знаю какой-то ножки все короткого замыкания нет но как я рассказывал ранее на разъеме нет короткого замыкания по этому сигналу зато она есть внутри текстолита на обратной стороне платы мне снова пришлось демонтировать разъем lvds который я раньше устанавливал предлагаю перейти под микроскоп для устранения этой проблемы при помощи дремеля высверливаю короткое замыкание а И да, как оказалось далее, одна из этих точек и есть 5-ти вольтовая линия, которая была закорочена внутри текстолита. Готово, давайте проверим, есть ли изменения. Так, друзья, в общем, выпилил я вот такую вот дырочку в плате. Именно здесь был прогар 5-ти вольтовой линии. И давайте посмотрим сопротивление снова. На том же диоде D28. Все, короткого замыкания нет. Да, сопротивление 1 кОм. Это первая ножка D28. И здесь сопротивление нормализовалось. Короткое замыкание ушло, и это порадовало. Так, попробуем запустить плату без разъема LCD и посмотреть, запустится ли вообще плата теперь. Подключаю плату к лабораторнику повторно. Итак, подключаю питание. Ага. Пока ничего не изменилось, нажимаю на кнопку. И да, да, пошел запуск. Плата запустилась, и потребление тока не статичное, что означает, что пуст коды есть. И они застопорились на определение оперативной памяти. Теперь есть корректный запуск и дело в шляпе. Хотя это не точно, судя по хронометражу, еще далеко не конец. Все напряжения на основных дросселях формируются. И это замечательно. Но чтобы увидеть картинку, нужно припаять разъем для подключения шлейфа матрицы обратно. И заизолировать вскрытые места на плате лаком-зеленкой. Монтаж творит чудеса, и все готово. За кадром шлейф матрицы я от налета почистил тем же раствором. И подключаю верхнюю часть, чтобы посмотреть. А есть ли картинка? Итак, друзья, в общем-то подключил я матрицу. Картинку еще не видел, поэтому давайте вместе включать и смотреть. Честно, думаю, что не будет в картинке, но давайте посмотрим. Сильно печального не произошло. Включаем. Да, есть. Есть картинка. Есть картинка, и не было подсветки. Блин. Да-да, не удивляйтесь. На каждом этапе возникают какие-то проблемы. У нас же при включении картинка на матрице есть. Видно логотип от Acer, но нет подсветки. Да, смотрите, Acer, но подсветки нет. Дальше, как вы понимаете, пошли танцы с бубном. В первую очередь я решил проверить саму матрицу. Может, в ней проблема. А для этого я подкинул абсолютно исправный экран. И давайте смотреть. И да, да, подсветка есть. Подкидываю назад его в матрицу. Давай. Нет, нет, подсветки нет. Короче, это пипец. Еще и матрица оказалась неисправна. На удивление, донорский экран работает. А тот, который стоял в залитом ноутбуке, так и нет. Плохой контакт я исключил. Но самое интересное то... Итак, подкинул я матрицу на свой тестовый ноутбук и... И подсветка есть. На нашем ноутбуке нет подсветки именно с этой матрицей. Это интересно. Что экран, в котором не работает подсветка на залитом Acer, а работает спокойно в HP. И это значит, что проблема не в экране. И даже не в шлейфе. Этот момент меня поставил в тупик. И я решил взять паузу на размышлении. Изучив досконально схему, я выяснил, что за формирование подсветки на плате отвечает вот этот сигнальчик. Он идет напрямую с мультиконтроллера. И называется Blonde Out. И он тоже присутствует на ЛВДС разъеме. 27-я нога Blonde Out 1. Этот сигнал у нас приходит через резисторы R1 и R2, а также SMD конденсатор C4. И у меня возникло подозрение, что проблема где-то там. Замеряю сопротивление этой линии. И у нас здесь заниженное сопротивление в районе 30 Ом. Как вы понимаете, этого быть не должно. Нормальное сопротивление этой линии должно равняться десятке килоом. А у нас всего лишь 30 Ом. Этот сигнал идет напрямую на мультиконтроллер. Для того, чтобы точно узнать, в чем именно проблема в мультиконтроллере или в плате, я приподнимаю 27-ю ножку мультиконтроллера. Все, короткое замыкание ушло 100 килоом. Так, а на ножке мультиконтроллера, которую я только что приподнял, 26 Ом. Придется его просто менять, а что делать? Сопротивление на плате нормализовалось. При этом заниженное сопротивление осталось на мультиконтроллере. Ставить другую матрицу или экран не вариант, так как умная микросхема мультиконтроллера все равно не сможет нормально управлять подсветкой или будут проблемы с ее подмаргиванием. На нашей материнской плате эта микросхема является Novatone NPC-E781BA0DX. Наношу немного флюса и буду демонтировать его при помощи термофена. Температура максимальная, поток средний. Станция QUICK, которая нужна Novatone 781, вот он, красавчик. Сейчас я его уже запаяю за кадром. Здесь хочу уточнить, что флешка с прошивкой мультиконтроллера находится в отдельной микросхеме на плате и прошивать мульт, например, через клавиатурный разъем, не нужно. Все припаялось так же шикарно. Очищаю все это дело от остатков флюса и грязи. До подключения к материнской плате блока питания проверяю сопротивление по той же линии. 100 кОм и это значение меня полностью устраивает. Теперь можно без угрызения совести подключать плату к ЛБП. И плата реагирует на кнопку включения. Да, да, ну наконец-то заработала матрица и подсветка появилась. Подсветка появилась и я измотан. На видео выглядит все просто, но для меня этот ремонт занял несколько дней. В конечном итоге 5-вольтовая линия на разъем ЛВДС была брошена отдельным проводом и взята с другой точки на плате, линии 5 вольт С0. Также по питанию 19 вольт я доставил керамический конденсатор. Так как он в принципе был в схеме. Оригинальным каптоновым скотчем изолирую дорожки, чтобы все это дело зафиксировать. И заодно, чтобы выглядело более презентабельно. Осталось только подсобрать ноутбук обратно в корпус и погонять. Нижнюю часть поддон я оттирал влажными салфетками. На него почти жижа не попала. А вот топ кейс пришлось мыть под краном, но за кадром. Так как он напрямую был поражен. Обновил старую термопасту на MX4, аккуратно размазал по кристаллам. Систему охлаждения тоже максимально отмыл. Клавиатуру тоже пришлось поставить новую, так как старая, я уже говорил в начале видео, пропитана насквозь и мыть ее под краном бесполезно. В итоге ноутбук работает исправно и никаких проблем я больше в нем не нашел. И даже дискретная видеокарта работает. Так, у нас видеокарта работает. В устройстве обработки изображения видеокамера также видится. Если бы она не работала, то ее бы и просто-напросто ноутбук не видел. Друзья, такого уровня видео я делаю исключительно для того, чтобы поделиться своим опытом. И может быть он поможет и вам. При ремонте техники и электроники. Друзья, в комментариях в личку ВК на почту бесконечно благодарят за контент. Ребята, всем огромное спасибо за поддержку, лайки и конструктивную критику. Мне очень приятно. И наверняка вам интересно, а сколько для клиента обошелся данный ремонт? Для клиента этот ремонт обошелся в 6,5 тысяч рублей. 5 тысяч рублей это ремонт материнской платы и полторы тысячи это навесное. Клавиатура, динамик и детали по мелочи. Я ведь не могу обо всем упомянуть в видео. А показываю только основную часть. И у меня к вам вопрос, а сколько бы вы взяли за подобный ремонт? Или сколько стоят такие ремонты в вашем регионе? Напишите пожалуйста в комментариях, мне будет очень интересно почитать. И на этом, к сожалению, это видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр, надеюсь было интересно и полезно. Еще увидимся уже в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...